3 февраля 45-го, 1323 день войны. Советские войска продолжают наступление в Восточной Пруссии. Части Красной Армии в ходе ожесточенных боев сломили сопротивление противника, засевшего в железобетонных дотах, и заняли населенный пункт Шпиттенен, находящийся в трех километрах к западу от города Бартенштайн. Другие части продвинулись вперед до 15 километров и ввели бои на подступах к городу Ландсберг, важному узлу шоссейных дорог. В этих боях гитлеровцы потеряли только убитыми до 6000 солдат и офицеров. Уничтожены 68 танков и самоходок, 333 бронетранспортера и 50 полевых орудий. Захвачены трофеи, в их числе 25 паровозов, 500 железнодорожных вагонов, 69 тягачей, 470 автомашин, в плен взяты 700 солдат и офицеров противника. Завершилась Висло-Одерская операция. Войсками 1-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов при содействии войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов были уничтожены 35 дивизий противника. Войска 1-го Белорусского фронта успешно завершили Варшавско-Познанскую наступательную операцию, в ходе которой разгромленной оказалась варшавская группировка противника. Наступление войск 1-го Белорусского проходило при содействии польских солдат и во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта на Одере войска 1-го Белорусского фронта заняли ряд населенных пунктов. Юго-восточнее Кюцтрина они окружили значительную группу противника и разгромили ее. Войска фронта очистили от противника восточный берег Одера в полосе своего наступления и прочно закрепились на взятых плацдармах. Войска 1-го Украинского успешно завершили Сандомирско-селесскую наступательную операцию. В результате наступления советская армия разгромила до 10 дивизий противника, полностью очистила южную часть Польши, вышла на Одер и перенесла военные действия на территорию Германии.